По дозволу выступлю и потом перейдем до обговорения. Уважаемые коллеги, приятно выступить на собрание, которое посвящено памяти великого пасечника-исследователя Прокоповича. Сейчас мы говорили о его судьбе, о его вкладе. Ну и хотелось бы немножко добавить уже в конце нашего собрания о тех интересах и о той работе, которую продолжают все пчеловоды в течение всего сезона и когда они готовятся к зиме. Поэтому доклад немножко не о Прокоповиче, а о подготовке пчелиных семей к зимовке. Конечно, должен сказать, что исследования, которые проводятся и в Институте пчеловодства, и в Институте зоологии Академии наук, направлены на исследования как биологии пчелиной семьи, так и биологии паразитов, которые развиваются на пчелах, то, что направлено против болезней, и все это направлено на то, чтобы достичь методов практического использования, то, что достичь хорошего медосбора. Поэтому в этом докладе я очень быстро остановлюсь на тех методах, которые, конечно, возможны, но которые постоянно надо использовать в своей работе. А также, подчеркнув, что существуют и остаются те проблемы, которые есть еще недорешенными, и которые могут вызвать даже определенные проблемы в будущем. Конечно, по календарю зима начинается в декабре, однако для пчел зима начинается фактически после последнего облета и после поражения кишечника у пчел. Поэтому можно сказать, что зимовка – это очень сложный процесс, в котором пчелы подготавливаются длительно. И, конечно, это не период просто их покоя, а они производят целую длительную подготовку к этому. А хорошая зимовка, она обеспечивает хороший следующий сезон и хороший медосбор. Поэтому подготовка к зимовке начинается заранее. Она начинается уже в августе и продолжается в сентябре, в начале осени. Практически начинается она, когда еще цветет подсолнечник, во второй половине августа. Сразу после последнего в сезоне откачивания меда. С чего же начать подготовку пчелыных семей к зимовке? Так как нам нужно получить лучший результат? Анализ многолетней практики пчеловодов относительно зимовки в различных условиях показывает, что для этого необходимо следующее. Необходимы сильные семьи, которые складываются из молодых физически полноценных пчел. Необходимы сильные молодые матки, желательно этого же года выведения. Конечно, лучше не старшие, нежели двухлетние. Достаточное количество корма, не меньше двух килограмм меда на рамку. И низкое заражение семьи клещом ворова. Потому что он принесет большой убыток, переходит в пчел на зимовку, если останется зараженная семья. Имеется целая серия правил, которые необходимы для соблюдения успешной зимовки пчел. Это правильная компоновка гнезда, правильная вентиляция, утепление гнезда и ульев, обеспечение защиты грызунов от синиц и правильная ориентация ульев относительно сторон света. Однако, как раз первое, это компонование гнезда, вентиляция, утепление и защита грызунов очень важны. С чего же нужно начинать? Прежде всего, сразу после откачивания меда необходимо оценить состояние семьи. В условиях лесостепи и степи Украины, последним товарным взятком, который обычно является взяток с подсолнечника, с гречки, такой мед очень быстро характеризуется, и в зимний период в чистом виде он нежелателен для зимовки. Поэтому для одной пчелины семьи в процессе откачивания оставляют обычно 6-8 кг мёда, чтобы его частично обеспечить зимой. А также открываться от прерывания взятка. Во-вторых, после откачки мёда и предварительного склада гнезда на зиму необходимо провести обработку препаратами и борьбу с клещом ворова. Для этого имеется много различных вариантов. Рассмотрим вариант такой. Для этого нужно поставить в гнездо полоски с перитроидами, включая такие препараты, как Байварол, Аписан, Апистан, Кумисан, Барапол и другие, которые содержат флуметрин или флумбалина. Эти полоски ставят на 30-40 дней и не забывая их вынуть перед зимой. Почему именно полоски? Дело в том, что токсические испарения действующих веществ, которые выходят из полосок, они убивают клещей, которые мигрируют в семье. Однако они не убивают тех клещей, которые находятся внутри членов ячеек, которые запечатаны. Однако действие полосок растянуто, поэтому в процессе своего действия, 30-40 дней действий, их ослабляется. Особенно важна ранняя осенняя обработка в связи с тем, что максимальная интенсивность клеща наблюдается в августе. А пчелы, зараженные клещом ворова, они неполноценно зимуют и очень часто гибнут. Почему? Почему очень важно обратить внимание на состояние семьи и заклещованность? Потому что в семье, если остались в клещи ворова, то одна самка ворова в процессе своего питания убивает 3-4 пчелы. Это не страшно, если имеется в семье всего лишь 30 клещей. Однако в череной колонии может находиться гораздо больше клещей. Их количество может достигать до 10-12%, а это уже будет 2,5 тысячи клещей. Однако, если уже в августе и в сентябре будет до 10% пчел заражено клещом ворова, практически такая семья будет привлечена к своей гибели в течение зимы. Поэтому в начале и в середине августа наблюдается такое явление, что численность популяции клеща начинает сильно увеличиваться. И темпы этой популяции, увеличения популяции, они перевышивают темпы популяции колонии пчелы. В связи с тем, что матка начинает уменьшать гецекладку в этот период. Это значительно ослабляет пчелиную колонию и значительно ухудшает ее состав. Надо заметить, что в этот период, когда уже отходят пчелы, вместе с отходящими отмирающими пчелами, до 95-97% клещей гибнут в течение до 5 дней. И, конечно, уже осенью нет расплода трутней. И именно в этот период экспозиция для полосок нужно выдерживать до 19 дней. В случае же, если выдерживать эти полоски значительно длиннее, более длительный период, то наблюдается тот процесс привыкания клеща ко всем этим препаратам. Поэтому те пчеловоды, которые оставляют эти препараты на значительно более длительный срок, тем самым они очень подвергают своей колонии, своей семье пчел, тем, что вору оставшиеся в очи пчелы будут более устойчивы к этим препаратам. И следующее их применение будет уже неэффективным. Потому что даже при применении этих препаратов часть клещей всегда избегает контакта с ними. Она где-то прячется. И поэтому наиболее надежным является также размещение полосок на месяц. Потому что главное назначение защитить именно пчел при выходе их на зиму. Конечно, недостатком применения препаратов в пролонгированной действии, именно в перидроидах, является постепенное снижение концентрации в этих полосках, которые в конце концов уже не вызывают гибели клещей. Однако вот эта очень низкая концентрация препарата, она вызывает постепенное нарастание возможности устойчивости клеща. При подготовке к зимовке я уже перечислю кратко те основные задания пчеловода, которые он должен провести в осенний период. Первое задание пчеловода в южных областях Украины в первой половине августа до первой половины сентября, а в южных областях на одну-две недели даже раньше, это обеспечить максимальный темп яйцекладки матки. Потому что уже дальнейшая яйцекладка матки нежелательна. Второе задание пчеловода осенью – это пополнение кормов, а третье – это правильное формирование гнезда и изъятие из него ненужных, уже неподготовленных. Дякую. Валерия Миколаевна, прошу. Валерия Миколаевна, прошу.